Ремонт Черниговской области ускорят школы, детские сады и новый корпус областного центра экстренной медицины откроют в сентябре. Президент Украины в рамках рабочего визита в регион настоял на первоочередности ремонта внутренней части здания школы вместо фасадной. Владимир Зеленский подчеркнул, школьники должны приступить к обучению в комфортных условиях. Ремонт школы производится в рамках национальной программы «Большое строительство». По первоочередному плану конечная сдача объекта была запланирована на 2021 год. В этом году в рамках «Большого строительства» на Черниговщине построят и реконструируют пять школ, пять детских садов, пять спортивных сооружений и 80 километров дорог. «Були питання, тому що ремонтувались вони тільки йде фасадні роботи і утеплення шкіл, термоутеплення. Але поговорили з головою обласної державної адміністрації. Ми думаємо, допоможемо. І все ж таки, якщо ми пообіцяли повністю відремонтувати, повністю, чи нові школи, чи відремонтувати, так капітально відремонтувати, не тільки зовні, тому що це питання комфорту. Я думаю, що ми знайдемо зараз можливості і повністю. Все ж таки добудемо ці два об'єкта з усіх». Украина получит 5 млрд долларов от Международного валютного фонда. Накануне Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Киевом на 18 месяцев. Выделенные средства обеспечат макроэкономическую стабильность для Украины. В частности, деньги пойдут в госбюджет, фонд борьбы с коронавирусом и на поддержку малого і среднего бизнеса. В ближайшее время ожидается первый транш размером 2 млрд 100 млн долларов. Сегодня контрольно-пропускной пункт Станица Луганская впервые открылся после карантина. КПВВ начал роботу в 11 утра. Попасть на неподконтрольную территорию Луганской области хотели около 200 человек. Подробности первого дня работы пропускного пункта узнаем у корреспондента телеканала Дом Анастасии Волковой. Она с нами на связи из Луганской области. Настя, добрый день. Сели, прошли контроль? И какая ситуация на КПВВ сейчас? Андрей, мы находимся на контрольном пункте въезда-выезда Станицы Луганской. С самого утра в очереди собрались около 200 людей. Все они хотели попасть на неподконтрольную территорию, потому что там находятся их дома. Украинские пограничники пропустили первых шестерых. Остальные остались ждать в очереди. Украинская власть сегодня сделала все, чтобы люди смогли попасть домой. Предлагаю послушать. КПВВ работает в штатном режиме. Все сделано. Мы сейчас ждем, что они снова-таки пропустят людей, потому что наши медики ждут, потому что каждого человека нужно промонитировать, тест сделать, ну и так далее. Буквально 10 минут назад все шестеро вернулись сюда и обратно на украинскую сторону. Пропускать та сторона отказалась по предлогам карантина. Все шестеро возвращались со слезами на глазах в отчаянии, потому что им снова нужно будет здесь снимать квартиры, а на это у людей нет денег. Когда люди смогут пересечь линию заинчения, здесь никто не знает, но украинские пограничники ждут, они готовы работать. И сегодня их рабочий день, например, заканчивается в 8 часов вечера, несмотря на то, что с той стороны сюда люди не приходят и с той стороны никого сюда не пропускают. Андрей. Спасибо, Анастасия. С нами была на связи Анастасия Волкова. Она сейчас находится на КПВВ в станице Луганской. Вдвое больше железнодорожных рейсов. С 12 июня поезда на Донбасс будут ходить в два раза чаще. Украинская залезница открыла продажу билетов еще на один маршрут дальнего следования. Также повышена периодичность курсирования четырех поездов. Это маршруты Киев-Лисичанск, Днепр-Одесса, Киев-Бердянский, Киев-Покровск. Если составы будут ходить ежедневно, ранее они курсировали через день. По рекомендации Минздрава, украинская залезница ввела новое правило. Теперь в одном купе могут находиться не более двух человек. Составы проходят усиленную дезинфекцию. Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску и пройти температурный скрининг. Льготы и субсидии населению начислят автоматически. Как сообщает заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в программе «Пять вопросов на злобу дня» гражданам не обязательно приходить в органы социальной защиты для перерасчета начислений. Все льготы и выплаты за март и апрель переоформят без личного присутствия субсидиантов. Те граждане, которые у нас отримывали житловую субсидию, скажем, станом на березе месяц, для них автоматически отбывается нарахование соответствующих субсидий на увеличение социальной нормы. Для этого никуда, никому обратиться не нужно. В «Приватбанке» запустили услугу «Деньги на кассе». Она позволяет супермаркете, не отходя от кассы, снимать наличные с карты без банкомата. Для этого необходимо лишь оплатить покупку товара банковской карты, сообщить кассиру о желании снять деньги и ввести для подтверждения пин-код. Максимальная сумма для снятия 500 гривен. Сейчас в программе для снятия денег подключены уже более 65 тысяч торговых точек по всей Украине, и банк планирует расширять эту сеть. Отмечу, что эта услуга доступна в большинстве стран Европы, и вот теперь пришла очередь и Украине. Обрушилась часть жилого дома в Одессе. Пострадал мужчина. Он упал с высоты третьего этажа и получил рваную рану ноги. Как сообщает в госслужбе, по чрезвычайным ситуациям всего повреждены пять квартир. 25 человек эвакуированы. Спасатели сразу приступили к поиску пострадавших и разбору разрушенных конструкций. По предварительным выводам специалистов, причина аварии в здании комплексная. Обрушения могли спровоцировать и утечка воды, и нарушения, допущенные жильцами при ремонте квартир. В состоянии шока. У него рваные раны на задней поверхности бедра и ушибы, всего, что только можно. И мы на третьем этаже здесь живем. Все трещало и гремело. Наразі проводятся работы зелентрест та газовая служба займается відключением газопостачання, после чего зможуть розпочати роботу рятувальники по разбору завалів. Свыше 7 миллионов 300 тысяч людей в мире инфицированы ковид-19. Половина заразившихся выздоровела. Количество летальных случаев почти в девять раз меньше. За прошедшие сутки в мире диагностировали заболевания у почти 122 тысяч новых инфицированных. Наибольшее количество в Бразилии – 31 тысяча. Тем временем в Организации Объединенных Наций предупредили об угрозе продовольственной катастрофы из-за пандемии ковид-19. На сегодняшний день более 820 миллионов человек голодают. У порядка 144 миллионов детей младше пяти лет наблюдается задержка в росте. Наши продовольственные системы терпят крах, а пандемия ковид-19 только ухудшает ситуацию. Даже в странах с обильным продовольствием коронавирус может нарушить цепочки поставок продуктов питания. Клод Мане известен как гениальный художник, но мало кто знает о другом его увлечении – садоводстве. Однажды, купив земельный участок в небольшом французском городке, живописец превратил его в райский уголок, который до сих пор восхищает и вдохновляет посетителей. После карантина сад Клода Мане вновь открылся для туристов. Сад Клода Мане находится в городке Живерни, недалеко от Парижа. На территории также расположен знаменитый дом французского художника-импрессиониста. Он был выдающимся живописцем и ландшафтным дизайнером. Именно здесь Клод Мане создавал свои величайшие произведения, среди которых знаменитые кувшинки. В настоящее время они выставлены в музее оранжерий Парижа. Это невероятно. Вы можете точно видеть то, что видели на картинках, только теперь в реальной жизни. Цветы и всё, что он создал. Клод Мане любил писать цветы. Водяные лилии, ирисы, розы, японские пионы, восточные маки и фантастические глицинии. Художник использовал всего девять цветов. Он работал только на светлой основе – белой, светло-жёлтой и бежевой. И использовал непрозрачные краски. Поскольку я обожаю искусство, в целом здесь могу заново вдохновиться. Всегда приятно погружаться в головы художников и почерпнуть их вдохновение. Несмотря на открытие сада, после карантина групповые посещения всё ещё запрещены. Посетители обязаны носить защитные маски, следовать в одну сторону и бронировать билеты онлайн. Больше всего мы расстроились от того, что не смогли вовремя представить нашу работу широкой публике из-за карантина. Это очень красиво. Но, честно говоря, прогулка в маске доставляет некий дискомфорт. Ещё нужно соблюдать дистанцию, чтобы не пересекаться с другими посетителями. Посетить дом Клода Моне можно с апреля по ноябрь. Пышные сады художника, импрессиониста обычно полны туристов, привлекая более полумиллиона посетителей в год и делая их одним из самых посещаемых мест в Северной Нормандии. Тарас Кобзарь, Ксения Бугай, телеканал Дом. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск новостей смотрите в 20.30. Тем временем подписывайтесь на страницы телеканала Дом в YouTube, Facebook, Instagram. А я с вами прощаюсь. До завтра. Хорошего вам дня.